Эй, куда пропал лодка строителя? Блин, ребят, куда пропала лодка строителя? Здарова, клашеры, с вами как всегда я Арман, и сегодня мы вместе будем правильно переходить на четвертый домик строителя. Ребят, перед тем, как мы начнем, давайте вот, сделаем небольшую сделку. Если под этим роликом мы добьем 2000 лайков, то в следующем ролике мы будем удалять прям все препятствия. Вот, и смотрим, сколько гемасиков мы получим, да, я практически ничего еще не убрал, и думаю, вам, как и мне, будет интересно, сколько гемов будет, если прям вот столько препятствий удалять. Так что набираем, ребят, 2000 лайков, и, в принципе, я удаляю все эти препятствия. И да, кстати, если вот вы хотите попасть в следующий ролик, то давайте, ребят, напишите что-то позитивное, хорошее внизу в комментариях, и, возможно, попадете в следующий ролик. Ну, а мы приступаем к нашей прокачке. Как вы видите, ребят, у меня все, абсолютно все прокачано по максимуму, и это означает, что пора уже приходить на четвертый домик строителя. Вот многие мне говорят, почему у тебя такая плохая прокачка, почему у тебя не пятый домик строителя. Потому что, ребят, я хотел качаться по максимуму, чтобы не быть рашером в деревне строителя. Если у меня второй аккаунт будет рашерским, да, кстати, можно вот прям развитие рашерского строителя устраивать. Если такую рубрику, то ставьте лайкосик, вот. Ну, в принципе, этот мой основной аккаунт я не хочу качать как рашера, и, в принципе, качаю все по максимуму. Вот тут прям все прокачано, ребят, нечего качать больше. Даже заборики прокачаны. И сейчас пора немножечко нафармить для прокачки ратуши, точнее домика строителя. И, в принципе, у нас уже будет переходик. Так, сейчас давайте попробуем напасть на эту базу. Как напасть, я пока что не знаю. Ну, мы опять же с лучницами как-то сейчас попробуем расфигарить все это дело. Трудновато будет, конечно, но, ладно, ничего страшного. Так, башню лучниц сейчас будем сносить, отлично. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тише. Сейчас пушечку будем сносить. Отлично. В принципе, тоже неплохо. Давайте будем тут работать в основном над процентиками, потому что по-другому будет немножечко трудновато. Опа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Лучницы тише, тише, тише. Еще и с варваром надо разобраться. Отлично. Там сверху лучницы должны, по идее, справиться. Смотрите, чувак перешел на четвертый домик строителя, но у него до сих пор еще гемодобывалка не прокачана. Сейчас, прикиньте, башню лучниц будет доставать. Не, башня лучниц, не будешь. Не, не будет. Или будет. Ой-ой-ой, там снизу фигарит. Ну, ладно. Так, а если вот так вот. 35% есть. В принципе, тоже неплохо, ребят. Ага, пушечка не достает. Отлично. У нас остается, ребят, три лучницы. Да? Сейчас посмотрим, как можно с ними как-то красивенько играть. Вау! Нет! Нет! Сейчас дробильщик просто будет фигарить хотя бы одно здание. О! 50%! В принципе, тоже неплохо. Я, в принципе, рассчитывал на двойную пушечку. Ну, так тоже сойдет. И у нас победа, ребят. 28% от нас смог взять чувак, у которого четвертый домик строителя. Прокачка говорит о своем. Сейчас давайте немножечко будем ускорять и посмотрим, что тут чувак сделал. В принципе, думаю, особо наша база не пострадала. Окей. Первая победа у нас есть. За вторую победу сколько мы золотишко получим? Получим 60 тысяч плюс 80 тысяч. По идее, должно хватить, да? Вот тут еще можем собрать. Так, третий, третий. Да, это тоже. Я чуть боялся, что у меня не прокачано. У меня все прокачано. Окей. Погнали дальше. Кто у нас тут попадается? Вау, чувак, 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 чувак. Опять же, четвертый домик строителя. Только у него какая-то странная расстановочка прям. Давайте вот так вот. Сейчас мы сделаем. Отличненько. Башня, лычница у него там стоят снизу. Так. Окей. Сейчас с этими пушками разберемся. Тоже, в принципе, неплохо. Так, варвар, варвар, тише. Варвар, варвар, ты че? Отлично. Дробильщик тоже минус сейчас пойдет у нас. И у нас остается всего лишь две лучницы. Как нам быть, ребят? Я не знаю. 50% уже есть. Только две лучницы. Я боюсь, что с Теслой не могут разобраться. Так что давайте вот так сделаем. Надеюсь, башня не дотянется. Так, башня лучница. Да, не дотягивается. Прям супер. Отлично. Эй, куда лучница? Ам. Лол. А если вот так вот? Расфигарит мне? Расфигарит. Да, расфигарит. Плюс лишние проценты. И опять же, башня лучи с ней доставят. Блин, я не понимаю смысл этого режима. Если честно, вот очень плохо работает лучница в этом режиме. Окей, 69%. А чувак нас сломал на 34%. Опять же, сейчас давайте посмотрим повторчик. Как на нас напали. О, бомбер даже. О, блин, кто так выпускает бомберов? Лол. Хе-хе-хе. Просрал двух бомберов просто на ровном месте. Лучницы. О-о-о. Блин, чувак, конечно, атаковать прям вообще не умеет. Понятно. Все с ним понятно. Зачем тогда сломал стеночку тогда? Окей. Окей, окей, окей. 146 тысяч золота у нас есть. В принципе, если мы даже сделаем еще одну атаку, то у нас будет возможность еще немножечко фармить. Потому что я вчера как бы не фармил. Да, и в принципе, атаки у нас остались. И вот такая вот база нам попадается. Опять-таки, тут надо нам фармить за счет процентов. По-другому вряд ли у нас получится, поскольку база довольно-таки прокачанная, ребят. Так. Ну, еще вот сюда поставим. Окей. Одного сюда. Интересно, сколько процентиков мы сейчас возьмем. Такс. Окей. Опять же сойдет. Лысница там тоже неплохо работает. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тише, тише, варвар. Сдыхаем, варвар. Угу. Так, до последней лучницы не дотянутся. Не, не дотянутся. Отлично. Угу. 10 лучниц, ребят, у нас остались. Только как напасть, я пока что еще не знаю. Это как-то красивенько все это делал. Не-не-не-не-не-не-не-не туда, не туда, лучницы, блин. Зачем вы так пошли именно? Ай. Печалечка, ну ладно. Вот так вот. Так, двух давайте вот сюда скинем. Ага. Сойдет. Значит, что еще тут можно расфигаясь, ребят? Давайте троих вот сюда вот. Троих вот сюда вот. Да. Минус Тесла, минус пушечка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. В принципе, все, да? Ай, да. Все. 58 процентов. Будем надеяться, что чувак нас настолько не снес. Да, отлично. 45 процентов чисто варварами. Ну и в принципе, тоже неплохо вполне себе. Давайте вскоре посмотрим, что тут противник сделал. Ну... Просто тупо выпустил варваров. Даже домик строителей не сломал. Окей. Вот что значит, ребят, иметь прокачанную базу, в лову прокачанную базу. Даже вот чуваки, у которых четвертые домики строителей, а вы заметили, что у всех чуваков, которые на нас напали, в принципе, более четвертые домики строителей, они не смогли снести нашу базу больше, чем мы. Вот у чувака даже седьмые варвары. И в принципе, опять же, ноль результата. База тоже, кстати, хорошо защищает. Так что, если вы хотите базу для третьего домика строителя, то вот перед вашими глазами есть хорошая база. И в принципе, то, что мы, собственно, тут собрались. Качаем. Что тут нового? Откроется часовая башня. Блин, какие-то штуки называются, я, блин, забыл. Караульня или что там? Так, это входит в здание дефа, да, караульня, окей. Ну, в принципе, тоже неплохо. Что еще будет нам доступно? Бомбочки всякие. Так, стеночки немножечко. Военный лагерь, это прям хорошо. Башня, лучница, трамплинчики. Опять же, бомба. Там разница между этих бомб. Окей. Ставим на прокачку, ребят. И через один денечек у нас будет уже четвертый домик строителей. Мы вместе попробуем строить новое здание. Построим часовую башню. Посмотрим, что из этого представляет. Вот, часовая башня, что из себя представляет. И думаю, вам понравится. Вот. Такое развитие, по-моему, самое оптимальное. Да, я согласен, что немножечко вот трудновато таким образом качаться. Надо вот нервами запастись. Но, в принципе, ребят, согласитесь, что это того стоит. Вот только эти три атаки, которые вы только что видели, это вот показывает, что не надо быть рашером. И, в принципе, у вас все будет прям шикарненько. Кстати, стоп. Эй! Куда пропал лодка строителя? Блин, ребят, куда пропала лодка строителя? Офигеть. А стоп, строитель ушел куда-то? Может, сюда ушел? Блин, я не заметил, куда пропала лодка. Офигеть. Напишите в комментариях, где, по-вашему, находится лодка. И заметьте, что домик строителя не качает не сам строитель, а хрен знает, как качается этот домик. Хм, странненько, ребят, прям очень-очень странненько. Ладно, напишите в комментариях ваши предположения. Ну, а я на этом закончу наш сегодняшний ролик. Всем спасибо за просмотр. И напоминаю, что после 2000 лайков мы будем удалять все эти препятствия. Так что лайкусиков. И если вы вдруг тут впервые, то подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был, как всегда, Ярман. Всем удачи и всем пока, ребята.